Рамзан Кадыров приказал чеченским силовикам задерживать или убивать участников массовых беспорядков. Цитирую, производите три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона, то четвертый выстрел производите в лоб. Так глава Чечни отреагировал на антисемитские погромы в Дагестане. Кадыров, как и Путин, уверен, что в беспорядках на Северном Кавказе виноваты Украина и Запад. Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он прежде всего озабочен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на потенциальные будущие беспорядки. Из отчета Института изучения войны. Заявление Кадырова еще и демонстрация пренебрежительного отношения не только к законам Федерации, но и к состоятельности Путина. Режим оказался не способен справиться с антисемитскими погромами в Дагестане, продемонстрировал беспомощность во время мятежа Пригожина, не сумел предотвратить проникновение и активную деятельность на российские территории подразделений Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России. Выстраиваемая Путиным вертикаль власти основательно шатается, уверены эксперты. Режим теряет контроль над Северным Кавказом. Кадыров дает понять Кремлю. Только его личная лояльность способна удержать регион от массовых беспорядков. Тем более сейчас, после того, как Москва открыто поддержала Хамас. Они показали, на чьей стороне они стоят. И вот этими своими действиями они дали карбланш вот этим самым погромщикам, которые, собственно, действовали в Дагестане. И то, что происходит сейчас, полностью показывает, что Кремль не может удержать ситуацию под контролем. Людей, которые участвовали в погромах в Дагестане, их обвиняют по административному кодексу. Да, за мелкое хулиганство. Ничего себе мелкое хулиганство. Люди вломились в аэропорт, избили полицейских, там разломали стекла, разбили окна. И их за это судят за мелкое хулиганство. Кремль поддержал главу Дагестана Сергея Меликова, который заявил, что охоты на ведьм после беспорядка в Махачкале не будет. Потому что Дагестан и Северный Кавказ – это вам не Москва. Это такие регионы, где действуют в своей порядке. Поэтому, когда Следственный комитет возбуждает дело, но не привлекает уже несколько дней, это показывает, что российская власть, она вообще потеряла контроль над Северным Кавказом и может потерять контроль над всей Российской Федерацией. Аналитики считают, что погромы в Дагестане, как и мятеж Бригожина, продемонстрировали с одной стороны нежелание региональных властей и правоохранительных органов действовать без команды из Москвы и брать на себя ответственность за решение кризисов. А с другой – неспособность центральной власти оперативно реагировать на экстренные ситуации.